Не всегда больше, значит лучше, ведь куда важнее умение. Ну а чего не занимать компанией Intel, так это умение производить процессоры. И вот у нас наконец стали появляться смартфоны с логотипом Intel Insight. И первый из них – Prestigio Multifon 5430. Что ж, давайте посмотрим, так ли важно количество ядер. Или вполне хватает одного. Multifon 5430 – не только первый смартфон на украинском рынке, основанный на процессоре Intel, но и первый, в котором Prestigio привело к одному знаменателю внешний вид коробки и девайса. Все под карбоном. Управляющие элементы на своих местах, хотя располагать кнопку включения на верхней грани можно, если ты Apple. И 4 дюйма дисплея – твой предел. При больших габаритах тянуться к ней неудобно, вот как здесь. Зато приятным сюрпризом стала отдельная кнопка камеры. Телефон выполнен из глянцевого пластика с торцами под металл, но благодаря входящему в комплект кожаному чехлу есть шанс, что он надолго сохранит свой внешний вид. А так как дисплей прикрыт защитным пластиком, а не гориллой, то чехол крайне рекомендуется к использованию. Корпус хоть и разбирается, но крышка сидит очень надежно, не шатается и не скрипит. Кстати о дисплее. Он тут диагональю 4,3 дюйма, выполнен по технологии IPS и имеет разрешение 960 на 540. Пиксельная плотность 256 точек на дюйм, одним словом QHD. Максимальная яркость позволяет что-то рассмотреть на ярком солнце и при этом не строить домик из ладошек, а минимальная не выжигает сетчатку в ночное время. Цветопередача холодновато. В целом дисплей неплох, если конечно не сравнивать его с Full HD флагманами. Выполнен 5430 на двухпотоковом процессоре Intel Atom Z2420 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Он также оснащен 1 ГБ АЗУ и накопителем на 4 ГБ для хранения данных. Маловато, но есть поддержка карт microSD. По тестам одноядерный Intel оставляет далеко позади двухядерные процессоры MTK и вплотную приближается к производительности четырехядерного Snapdragon 200. А графический ускоритель PowerVR 540 хоть и не самый мощный, но благодаря разрешению QHD позволяет играть почти во все современные игры без тормозов. Правда, Intel Atom выполнен по архитектуре x86, а не ARM. И хотя большинство приложений и игр этого не замечает, но пока еще не все из них оптимизированы под данную архитектуру. Например, Real Racing 3 так и не запустился. Зато смартфон отлично справился с просмотром Full HD видео и интернет-браузингом. Странички грузятся очень быстро, скроллинг плавный. И несомненным преимуществом 5430 является его автономность. От батарейки в 2000 мАч при умеренном использовании он сможет протянуть двое-трое суток. Главное не использовать активную навигацию. Она способна скушать всю батарейку за пару часов. Отогреть озябшие конечности с помощью смартфона не получится. Он практически не нагревается. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! Работает 5430 под управлением Android 4.0. Перспективы появления Android 4.1 для этого смартфона вроде как и есть. Но ясности к этому вопросу вроде как и нет. Из явных отличий это отсутствие Google Now, да и иногда немного подлагивающая анимация на рабочем столе и в меню. В остальном интерфейс абсолютно соответствует голенькому андроиду. Камер в смартфоне две, но фронтальная больше для галочки. Ее разрешение 0.3 мегапикселя и как бы вы старательно не делали дакфейс, это мало кто сможет разглядеть. Основная же камера на 8 мегапикселей со светосилой 2.4 и при хорошем освещении делают вполне нормальные снимки, хотя с цветопередачей дела обстоят так себе. А вот что совсем нетипично для смартфонов среднебюджетного уровня, так это возможность записи вполне приличного Full HD видео. И еще раз хочется похвалить Prestige за отдельную кнопку камеры, которая позволяет фокусироваться полунажатием, да и вообще очень повышает оперативность съемки. Дебют процессоров Intel в смартфонах удался. Высокая производительность при реальном использовании, хорошая автономность и малый нагрев. Не сплоховала и компания Prestige, установив эту начинку в симпатичный и, что характерно для данного производителя, доступный смартфон. Рекомендую всем любителям новинок. Не забывайте ставить лайки нашим видео и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok